На предстоящей неделе синоптики прогнозируют существенное похолодание на территории нашего края. Осень окончательно вступит в свои права. Дождливая и прохладная погода способствует возникновению простудных заболеваний. Чтобы обезопасить себя, сделайте прививку. Какую вакцину от гриппа лучше поставить, нам рассказала заведующая инфекционным отделением Славянской центральной районной больницы Галина Чупрова. Гриппа – это тяжелая вирусная инфекция, которая поражает все слои населения, имеет сезонный характер. Обычно она встречается в холодное время года. Эпидемии гриппа случаются ежегодно. Вирус гриппа очень легко передается. Самый распространенный путь передачи – это воздушно-капельный. Ну и также бывает бытовой путь передачи через предметы обихода. При кашле, чихании, разговоре мелкие частицы слюны разлетаются вместе с вирусами и обычная зона заражения составляет 2-3 метра. Обычно грипп начинается остро. Инкубационный период – от 2 до 5 дней. После этого периода следует период острых клинических проявлений. Выделяют легкую, среднюю, тяжелую формы гриппа. Тяжелое течение гриппа обусловлено поражением сердечно-сосудистой центральной нервной системы и дыхательной системы. Могут возникать такие осложнения, как бронхит, пневмония, поражение нервной системы – это менингоэнцефалиты. Также могут поражаться лорорганы – синуситы, риниты. Ну и самое опасное, что может происходить, у пожилых людей обычно обостряются хронические заболевания. Они или обостряются, или утяжеляются. То есть, если взять гипертоническую болезнь, если она была второй стадии, она может перейти в третью стадию. А также возникают риски этих хронических заболеваний, риски осложнений, инсультов, инфарктов. Исходя из вышесказанного, значит, наиболее уязвимое население – это дети до двух лет и группа населения старше 65 лет. Но еще стоит отметить, что после перенесенного гриппа надолго остается астенический синдром, который проявляется в виде слабости, быстрой вытомляемости, низкой работоспособности, нарушением сна, апатии может проявляться. В общем, качество жизни может гораздо ухудшиться. Существует профилактика гриппа неспецифическая и специфическая. Неспецифическая – это всем известное мытье рук, одевание масок. Если нет возможности помыть руки, можно обработать антисептиком. Промывание носа после контакта с больными людьми, влажная уборка и проветрение помещения. Также сюда входит это избегать массовые скопления людей, здоровый образ жизни и правильное питание. Но я хотела бы остановиться на специфической профилактике гриппа, которая предупреждает заболевание. И по данным ВОЗ, на 90% снижает заболеваемость, а также на 60% снижает госпитализацию по гриппу. Вакцина содержит инактивированный вирус, который не может вызвать заболевание. Так что опасаться не стоит, что человек заболеет. Инактивированный вирус через прививку проникает в организм и заставляет в организме вырабатываться антитела, защитный титр антител, который потом сохраняется в течение 6-12 месяцев. В настоящее время в районе есть несколько вакцин для определенных групп населения. Вакцина Ультрикс-Квадри. В чем ее особенность? Она четырехвалентная, то есть она от двух вирусов гриппа А и от двух вирусов гриппа В. Это современная вакцина, отвечает всем современным требованиям. Прививать можно беременных. Детей с 6 лет можно прививать Ультрикс-Квадри вакциной. Следующая вакцина СОВИ-Грипп. Это замечательная очень вакцина, потому что она, кроме профилактики гриппа, еще и дает профилактику ОРВИ. Потому что в себе содержит такой адъювант, который называется СОВИДОН. Вот этот СОВИДОН, он именно идет для профилактики ОРВИ. То есть вот эта комбинированная вакцина, она сразу дает нам профилактику и гриппа, ОРВИ. Значит, этой вакциной прививаются дети дошкольного возраста, школьного возраста и взрослое население. Я призываю всех сделать вакцинацию от гриппа, тем более она должна выполняться своевременно, чтобы организм уже был под защитой. Желаю всем вовремя привиться, быть здоровыми и не болеть.